Зновость день у монитори, выдыхай, слот сити, шанс там, где ты. Что ты очень нудный, далекий, как там, по молодежному, что душный, душный я буду для тебя, душный. Можно вопрос задать быстрее, пожалуйста. Да, но он быстрее не будет. Вот я только не понимаю, почему вот для тебя Россия когда напала? Когда Россия напала? Ну, а напала Россия? Аннексия Крыма. Ну да. Так, аннексия Крыма. Можно говорить не напала, можно говорить, скажем так, в рамках международного права. Говорить о том, с какого момента началась российская гражданинка. А в Донецкой и Луганской области это в 2014 году было все. Что в Донецкой области в 2014 году было? Вопрос конкретный. Не, я говорю, это было в 2014 году. Что это? Россия аннексировала Крым в 2014 году, получается? Да, получается. В Донецкой и Луганской области Россия была в 2014 году? В России российская армия. Вот на этот вопрос мне ответят. Почему ваше АТО не пошло в Крым, а было обозначено только в Донецкой и Луганской области? Если Россия аннексировала Крым, а в Крым не было обозначено АТО. Россия была в трех областях ваших, даже по области в Крыму. Почему не было в Крым АТО? Вот я не могу понять, как гражданин. Россия? Как гражданин России, почему ваше АТО не пошло в Крым тоже? Когда пошло ваше АТО в Донецкую и Луганскую область, когда мы там были, русские. Мы были в Крыму. Российская армия. Силовики. Смотрите, вопрос понятен. Вопрос понятен. Я вам на него сейчас начинаю отвечать, на этот вопрос. Да, почему в Крым не пошло АТО? Вот все, ответить мне АТО. Смотрите. Интересно. Отвечу. Я слушаю, слушаю, слушаю. Не смотрю, слушаю. Не, вы смотрите. На меня смотрите. Слушаю. Да я слушаю тебе. Так чего глаза в пол? На меня смотрите и слушаете. Да, я смотрю и слушаю. Ладно, хорошо. Все, молодец, молодец. Я же отвечаю. Почему АТО не было в Крыму? Потому что операция была антитеррористическая. И если вы вспомните, как развивались события на территории Донецкой и Луганской области. Объясните мне, как они развивались. Я тебе говорю, что из Крыма, а из Донецкой и Луганской области. Я же вам объясняю. Объясните. Почему в Крым не было обозначено АТО? Я же объясняю. Вы не слушаете. Все, все молчу. Все молчу. Потому что Россия провела фейковый референдум в Крыму. А наказать? Наказать кого? Ну, Россию в Крыму. Наказать Россию в Крыму? Так это же прямое военное столкновение с Россией. Вы не понимаете, что тот факт, что украинцы... В Донецкой и Луганскую, а мы же там тоже были в Донецкой и Луганской. Это тоже прямое столкновение. Я же объясняю вам. Вы понимаете, что, по сути, аннексия Крыма у вас состоялась из-за того, что украинская армия на момент 2014 года находилась в самой своей плохой кондиции. Если бы украинская армия была хотя бы на таком уровне, как сейчас, вы бы Крым не аннексировали. Давайте я буду говорить, а вы будете молчать, и тогда я вам на все вопросы сразу отвечу. Все, я не надо извиняться, я просто договорю, а потом будешь перебивать, сколько тебе влезет. Украинские власти пытались избежать военной конфронтации. Так же самое, как и все мировое сообщество пыталось заниматься вот этими вот потаканиями агрессору. Никто не хотел прямой конфронтации с Россией, потому что все России боялись прямой конфронтации. Но Россия присутствовала на Донбассе вот в этой гибридной, ссыкливой форме, скрывая там полностью свое присутствие. Антитеррористическая операция, которая была объявлена, она была объявлена не против конкретно Российской Федерации. Она была объявлена для урегулирования конфликта. И ваше там ссыкливое, вот это гибридное присутствие на территории Донецкой и Луганской области, то, что вы поставляли туда оружие, это же никак не отменяет. Ну, Россия там была или нет? Да я же уже ответил на ваш вопрос, вы не поняли? Давайте вам еще раз. А в Крым вообще входить? Там Россия, а в Донецкой и Луганской области? Я ответил на ваш вопрос. То есть это гибридная война, что Россия чужими руками в Донецкой и Луганской области воевала? Получается так, я правильно это понял. Это граждане Донецкой и Луганской области воевали? Там и граждане России были. А почему ваша власть не обозначила все-таки АТО, даже в Крым, просто в Крым все, не входить? Ну, Россия там же тоже была. Я же уже объяснил, вы что не понимаете, мужчина? Ладно, давайте. Тогда нехуй вопрос задавать, почему Россия вошла в Украину. Мы поддерживаем Донецкую и Луганскую область. Все, вопрос никаких к России. Если вы поддерживаете, если вы поддерживаете. Да, 8 лет не признавали, 8 лет не признавали. 8 лет. Я как гражданин России. Да что же вы так завелись? Я же хочу вам вопрос. Почему ваша власть в АТО не обозначена? Мы не были сильны, а в Донецкой области, в Луганске мы могли. Молодцы. Вы не понимаете разницу? Господи, как можно. Объясняю, почему вообще было введено АТО, потому что группа во главе с Гиркиным захватила Славянск и Краматорск, и против этих действий была начата антитеррористическая операция. Все, были террористы, против них началась антитеррористическая операция. Начинать, все понимали, к чему приведет, грубо говоря, введение всех войск Украины в Крым. Как бы, это очевидно, а каких-то террористов, которые под шумок оккупировали Славянск и Краматорск, украинская армия была в силах сдержать, поэтому была объявлена антитеррористическая операция. Ну надо же убежать, правильно? Господи. Здравствуй. В чем общаетесь? Обо всем, не важно. О жизни. О жизни? Ну да, как, кто живет, чем занимается, жизнь же такая устроена. Давайте о жизни пообщаемся. Как вы относитесь к аборту? Сложный, для меня сложный вопрос. Я верующий человек, да, ну, не знаю, как вы относитесь к религии, да. Ну, вера говорит, что это неправильно. Я понял. А если, вот, к примеру, вы будете заведомо знать, что у вашей жены родится, как бы, ну, российский ватник, и он пойдет воевать на территорию Украины. Вы бы сделали аборт? Ты так и говоришь, что я, б***ь, работаю, все, ну, че ты. Я надеюсь, что тебя ждет такая лучшаясть. А ты знаешь, чего я так скажу? Знаешь, чего я так скажу? Что ж ты, ебаный, подивишься к тебе спочатку, знаешь, а у тебя будет динка, и когда-то у тебя, когда не будет детей... Да все, не говори ты, ладно, да все, все, че ж тебе так... Ну, то, что ты, долб***ь, ты такие питания задаешь, ебаный, я говорю, ага, как смешно, б***ь, ебаный, нахуй. Ой, господи. Откуда вы, вы из Донецка, да, откуда-то? Да какая разница, б***ь, ебаный. Ну, большая, вы же... Ты ж хочешь семью, хочешь детей. А представь, что в тебе не будут детей, когда-то... Ой, я вы. Да ты шо, серьезно? Да серьезно. Что, вспомнил Ридну Мауч, шо? Сгадал. Ну, я знаю. Ну, я же говорю, ты откуда-то, ты где-то из-под Донецка, потому что ты последний раз на украинском языке говорил, наверное, лет 10 назад. Что, справдит? Угадал, да? Ну, вот. Да хай будет так, шо? Да шо хай будет так. Видишь, какая ты мыша. Что ты родной язык вспомнил. Чудо, че ж ты в Россию уехал? Конечно, родной язык. Конечно, че я уехал? А то сказал, что я в России. Ты что? А, у тебя просто значок Россия стоит. Да и, я карьер, знаете. Я понял. Вопросы есть какие-то? Нет, долб***ь мне. Ну, не обижайся, все хорошо. Ты знаешь, на кого похожи? Нет. Гоголь. Нет. Гоголь. Уси сделай. На Гоголь будешь похожи. Гоголь, да, я в 50-е русский такой. Так он не русский, он украинский. Украинский. А, Гоголь? Да. Да. А, это космонавт Юрий Гагарь тоже был украинцем? Нет. Космонавт Юрий Гагарь не был украинцем. Ну, он жил же там в Украине, типа, куда-то там. Да же? Он же родом, типа, с Украиной. Ну, человек может быть родом с Украины, но Гоголь же раскрывал в своих произведениях, в том числе, и украинскую культуру. А если человек несет в себе украинскую культуру, он украинец. Логично. Вот ты кто? Кто ты этнический? Этнический. Я, Бхазин. Ну вот, у вас есть культура, особенности культурные какие-то? Культурные какие-то. Конечно. Ну вот, ты несешь в себе эту культуру? Конечно. Ну вот, если бы ты писал произведение и описывал бы свою культуру, скажи мне, кем бы ты... Даже если бы ты писал на русском языке, но о своей культуре, ты был бы каким писателем? Русским? Абхазцем. Ну вот. Ну вот. Да. Понятно. Вітаю вас, шановні глядачі. Якщо ви шукали якесь казано, я вам радо презентую казано Slot City. Бо воно, по-перше, ліцензійне, а по-друге, коли ви створюєте депозит, частка коштів перераховується на потребу Збройних сил України. Тож ваша гра має реальне значення. Посилання у закріпленому коментарі. Я из України, из Дніпра. А ти? Москва. Понятно. Только не обижай, що я з Москви, а то, бл**, некоторые, бл**, сразу, бл**, звай, все остальное. Ладно. Так просто зашел пообщаться. Как говорится, по-мужски п пи***ь, бл**, 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 бл**. Баба хули, бл**, 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 бл**. Я на даче нахер отдыхаю, блин, просто так вот сейчас зашел по пиздолу с пацанами, блин, вот честно. Ты понял. Да. Тебя как зовут? Меня Дима. Меня Лёша. О, Лёха, здорово. Лёха, Дима, оху**ная компания. Сколько у тебя подписчиков? На Ютубе или в ТикТоке? Я выхожу не на своем канале. А на каком? Ну, потому что я вижу тебя... Хе-хе-хе-хе-хе. Канал-ты, ёпта, чей? Новостной канал. А, новостной, понятно. А украинский, да? Украинский. Да и... Ну, нормально, чё-то страшно. А сколько подписчиков? Два миллиона. Два миллиона? Чё так мало-то? У меня семь. Не знаю. Алексей, а о чём вы вообще разговариваете? По-разному история, политика, война. Саша, снимай, пожалуйста. Так, история, политика, война. Хорошо. А вот такой вопрос. А вот историю можете рассказать мне хотя бы какую-нибудь? По поводу России и по поводу Украины. Спросите, расскажем. Ну, по поводу России расскажите мне историю. Какую? Ну, любую. Вам какой-то период исторически интересен? Ну, когда началась первая отечественная война? Какая? В каком году? Что такое первая? Я не знаю, что такое. Первая, первая, первая Великой Отечественной война. Каком году началась? Есть вторая Великой Отечественной война? В каком году началась? Ну, по-вашему Великой Отечественной войны? Ну, в каком году? По-вашему, Великой Отечественной войны ваша. Она у вас одна, у вас нету второй. она вас началась в сорок первом году рацию не сорок первым ну ладно алексей вам надо истории перечитать до 1914 году очень интерес вот а вторая великотечества я говорю я знаю у вас одна великая отечественная война которая началась 41 да не было на 41 войны на 41 2 великотечества первое каком году началось что первое что первая война какая пуническая или котичную война началась сорок первом 1914 году а вторая великотечества 39 году на минуточку у них сорок первом от 39 понятно а третья великотечественная когда началась третье сейчас идет понятно я понял автора мировая война когда началась тридцать девятом году 1929 год 1 сентября а великое отечественное или ходить первого сентября перезидет а вот тогда что рая мировая 1 очень приятно иметь диалог с таким образованным человеком о чем желаете пообщаться с вами смотрите вишь говорю очень приятно зрить его сейчас идет третья третья великая отечественная война скажите пожалуйста за что воюют ваши солдаты как и наши я с города сум но воной воной видно что ты но вместо нас украинцам они погибают за то то что они хотели быть я с гордо сум и они погибают за форту и хотели я взвал у хорошего президента украины вариме зелен ты нас место сумы ты вместо сумму это переводится город грусти вот ничего языком играюсь вот ты не знаешь вот языка моего а я могу вот тебе такие колонбур я знаю я знаю я знаю твой язык у меня бабушка и дед украинцы но это же не значит что ты знаешь мой язык знаю этого язык полностью сколько падежа и в украинском языке падежи да и как называется падежи в украинском языке я русский звучал ты же сказал только шо ж ты знаешь ну ладно я сказал то что у меня дедушка бабушка украинцы но я же говорю и поэтому ты не можешь знать украинский язык ну я знаю эту перевод перевод чего твоих фраз слов что-то к царата к цараты царата цараты я вроде внятно говорю царат на говорю цараты по слога маску слогов в этом файл 3 в этом условии 32 во-первых ну так перевод будет ну так перевод-эбой понятно ладно у тебя есть вопросы какие-то конечно задавай на ю тубе сколько я подписчиков я выхожу не на своем канале она своим сколько у меня нет своего канала а почему потому что я не создавал свой канал ну вот зачем-то сказал меня за миллион подписчиков ну те понял хорошо чтобы понимаешь если создавать свой канал нужно нести какую-то идею персональную то есть я как вот творец несу какую-то персональную идею тот формат который я снимаю он несет идею не персонально мою он еще он несет скорее какую-то более общую идею то есть показать какие вы на самом деле а это не скажем так заслуга меня меня это заслуга вас и я как бы использую все методы чтобы освещать так как можно на более на 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 большее количество аудитории поэтому нет своего можно посмотреть только на где ты фейк свой канал несешь не можно посмотреть что я делаю да повтори я не понял что хочешь от меня где-то в ю тубе есть канал у меня нет своего канала нет ну не твой а фейк в канал это не фейковый канал это новостная какой новостной хорошо где можно и ю тубе можешь посмотреть сейчас онлайн идет нет потому что идет но не счет рулетки потому что они стремлю я записываю вас на видео я тоже записываю на минутку так я понял я веду не тебя конкретно вас записываю вообще но тебя туда но у вас я тоже вас записываю да что вы говорите да так есть вопрос китае или нет или мне дальше она называется гроши гроши да не посмотри ради бога не посмотрите я с вами на выложить а а я с тобой на ты не уважить а я с тобой уложить родители научили а меня не научили общаться я еще знаешь какие слова знаю бездарное существо невоспитанные бездарные ты немножко разные вещи достаточно одарен вот одарен особо одарен ладно все будут вопросы не я пойду дальше по существу что есть я же говорю у тебя есть вопросы какие-то или нет что ты слушаешь у меня к тебе вопросов нету мне с тобой общаться не о чем у тебя иском него воспитание поперла тебе так хочется чтобы не было такое же а а говорил что я хорошо родители воспитали а я дядя я вот единственное что в тебе было хорошего это воспитание и даже этого у тебя не увидишь теперь я знаю знаешь как есть говори по-русски говоря и пойму ну вот это твой девиз по жизни ты всегда молчишь и пытаешься сойти за умного но не всегда получается или получается я же не могу я не знаю тебя в жизни часто в жизни молчишь постоянно еще умным считают как муму на ты муму то читал и бил муму не не читал но поэтому ты смешно дурак муму а ты почитай и шо что я вычитаю маму ты читал маму читал и что-то расскажи мне краткое содержание муму да вот и откройся google ты считала расскажи мне но зачем дураку рассказать но больше дурак просит ты как и ты как не дурак как все знающие можешь мне рассказать ну потому что я попросил иначе получается что не знаю значит получается что было образование никто не иначе получается что балаболы ну все с тобой понятно как тебя там зовут вася вася все не будет вопросов говорю вопросов не будет ладно пока вася